Всем привет! Продолжаем изучать Spring. Смотрю я, значит, видео. Видео Борисова с Толкачевым. Рассказывают они про стартеры, стартеры. И захотелось мне тоже создать свой стартер. Очень простой стартер. То есть, как вы знаете, любое наше Spring Boot приложение, по сути дела, состоит из неких стартеров, которые вам организуют большое количество бинов. Скажем так, некие бины из коробки. То есть, вы не занимаетесь настройками. Но это, скажем так, это библиотечные стартеры. Но иногда так бывает, что вы хотите создать свой стартер. И предлагаю, предлагаю написать свой стартер и внедрить его в какой-нибудь из проектов. В какой-нибудь из проектов. Так что давайте создадим какой-нибудь очень простой стартер. Очень простой стартер. Так. Так, так, так. Next. Рукайко. Welcome. Звук. Welcome. Starter welcome. Okay. Здесь мне абсолютно ничего не нужно будет. Мы пользуемся кором. Кором, 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 кором. И поехали. New window, new window. Tags. Вот этот класс нам даже не нужен. Можно его смело удалить. Смело удалить. Смело удалить. Здесь немножечко подправить. Тесты тоже не нужны. Вот это нам... Этот плагин тоже не нужен. И здесь, и здесь, и здесь. В принципе, вот этот вот boot, стартер, да, содержит множество других зависимостей. Нам нужен только вот этот вот. Auto-configure. По сути дела. Auto-configure. Все. То есть, вот это будет наш пом. Вот это будет наш пом. И хочу выделить отдельно вот эти вот. То, что я буду копировать. Окей. Теперь нам нужно создать некую логику. Нечто, что будет в последствии у нас с Binami. Давайте создадим какой-нибудь сервис. и создадим, создадим такс welcome welcome критинг. Очень простой вариант. Главное, что сделаем стартер. То есть, обозначим некие основные позиции. естественно, там будет множество как их называются множество тонкостей, которые будут впоследствии нужно будет необходимо знать. Так, welcome greeting и say say hello ok вот наш интерфейс так и давайте создадим имплементацию значит welcome greeting greeting импл и допустим давайте ассалт сделаем по-простому сделаем ассалт по-простому hello 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 it's from welcome starter ok готово да но нам нужно нам нужно нам нужно будет еще создать папку конфигурации ведь это у нас еще не бины это у нас еще не бины а мы должны поставить некие бины поэтому пишем а well а для начала пакетч давайте создадим отдельную папку конфиг отдельную папку конфиг так стартер welcome конфиг и здесь создадим создадим непосредственно конфиг значит welcome конфиг окей помечаем configuration и здесь здесь пишем наш бин наш бин public welcome welcome greeting welcome greeting return и здесь мы возвращаем нашу нашу реализацию welcome greeting окей теперь что здесь можно еще упомянуть когда мы создаем стартеры вот таким образом вспоминаем вспоминаем или узнаем к примеру data source data source да бин когда вот вы работаете с базой данных вы можете создать напрямую или можете положиться на стартер каким образом это происходит существует специальная аннотация conditional 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 on missing bin то есть если данный бин отсутствует то он создастся а если вы его вручную создадите то он не создастся соответственно так здесь еще 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 что здесь может conditional on class conditional on class то есть какие классы какие классы должны быть например должен быть наш интерфейс то есть есть очень большое количество conditional в принципе вы также можете создать свой conditional к слову вот здесь они немного рассуждают о том я правда еще не досмотрел просто вот смотрю думаю а почему не делать сходу так 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 то есть вот у нас очень очень простой вариант остался последний шаг это нужно чтобы чтобы вот наш спрингбуд мог прочитать прочитать данный стартер и вынуть из него нужные бины нужно будет создать специальный файл в папке мета папка ресурсов мета инф нужно создать spring spring factories spring factories вот такой специальный файл файл его как видите идея даже специальным образом помечает и здесь нужно вот 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 такую штуку включить то есть автоконфигурация и откуда она пришла нам то есть пишем данную чару кайка старый welcome config и welcome config то есть я вот это фактически описал вот этот путь у которого есть вот эта аннотация и благодаря ей у нас поднимем вот это все дело бин образуется если конечно есть нужные классы есть нужные и нет бинов окей сделали да кстати нужно здесь вычистить вот этот тест чтобы ошибки не было окей теперь нам нужно собрать дело все это в джарник и зацепло его в локальный репозиторий и достанем оттуда для этого что нам нужно просто выполнить команду install так сделали да то сбил собрался теперь давайте зайдем какое-нибудь приложение я взял приложение где делали аутентификацию авторизацию и и и добавим данный данный бин пишем ру кайка давайте я скопирую скопирую просто просто вот это просто вот это дело скопирую вот так вот у меня подкачалась подкачалась да что у меня все подкачалась я могу вот 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 увидеть то есть ру кайка стартер был к то есть вот 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 окей теперь можно воспользоваться можно воспользоваться мнением где-нибудь эти можно воспользоваться давайте я вот здесь прямо контроллер контроллер заезжающего значит правило вэлком вэлком грейтинг вэлком грейтинг окей и и и когда я зайду на главную страницу давайте я выведу это дело в консоль все поднимаем так поняли идем на главную страницу и вот наше приветствие welcome it's from welcome starter вот таким образом мы можем создавать простые простые стартеры стартеры то есть что по сути дела произошло мы создали отдельный проект сберлили его то есть получили некий жарник и этим жарником мы пользуемся в другом проекте причем мы его создали по специальным специальным правилам то есть мы описываем сперва просто те вещи которые мы хотим что были бинами потом создали создаем специальный конфигурационный файл где мы по сути дела описываем иные наши бины то есть мы не разбрасываемся не пишем вот здесь компонент или сервис нет мы все это размещаем в одном месте и затем затем пользуемся вот этим паре файлом чтобы спринбуд знал знал где искать то есть нужно будет создать вот специальный файл и пометить пометить откуда откуда у нас все тянется окей и можно ставить большое количество ммм я здесь уже уже немножечко смотрел ммм то есть разное количество условий бэп аппликейшн ммм ммм миссинг бин так очень очень короче очень большое количество надо будет ммм почит тать и кстати не начинайте имя со springboot а если использовать разные группы и ладно здесь нужно будет еще много много о чем почитать то есть есть разные количество аннотации ну и посмотрите это тоже видео а я продолжу смотреть смотреть его изучайте spring see you next time